всем огромный привет добро пожаловать на мой канал начинаю новый влог и сейчас хочу вам показать свой заказ сайта фарма косметика вот такая ко мне пришла коробочка сейчас вместе с вами распакуем значит я все приобрела я кстати покрасила волосом я крашу краской лореаль но хочу перейти на краску олин правда ее еще не заказала надо будет заказать свои последние остатки докрашу и у меня как раз окси должен закончиться я крашу трехпроцентным оксидом но хочу попробовать краску лориаль ой лориаль пули в общем сейчас буду открывать значит я купила все со скидкой 30 процентов у меня специальных промо кодов нет я уже говорил сто раз что я с этой компании не сотрудничаю вот то есть под общей цены отнимите 30 процентов это то то стоимость будет по которой я приобрела хотя сейчас фарма косметика дает очень мало скидок и на какие-то позиции которые я обычно раньше покупала тот же холиленд или джиджи вообще практически не дает скидок в общем я решила что это шанс попробовать много что нового хотя здесь есть позиции которые я уже пробовала и не раз так мне положили вот такой пробничек это какой-то филлер от урьяж вот такой пробники которые кладут в эту коробочку у меня как-то спрашивали я помню даже не ответила на этот комментарий заранее извиняюсь бывает высвечиваются на сайте можно выбрать разные а бывает что они высвечиваются все равно что-то кладут каждый раз по-разному иногда вообще бывает никаких пробников нет в общем такой вот пробничек я обожаю пробники я с удовольствием пользуюсь как пробники туалетные водички какой-то так и различные косметические так ведь я как всегда закрасила кожу надо мне купить вот это средство которое как это чтобы кожа не красилась ну в общем ладно так заказала две позиции которые я покупаю уже не первый раз и мне очень нравится это как раз таки оллин я заказала вот такой шампунь причем сам он это кондиционер извиняюсь вот так это шампунь баланс от корней до кончиков помогает если у вас жирная кожа головы то наверное что-то другое надо посмотреть но вот для ежедневного для ежедневного летом у меня быстро пачкаются волосы а также когда ношу шапки кепки тоже очень быстро особенно вот здесь вот около лица если ношу распущенные волосы вообще можно быть каждый день чтобы каждый день не мыть я купила вот такой вот шампунь вот так вот он выглядит я ссылки вам конечно ставлю со скидкой 30 процентов дешевле помню бывает единственное что вот эти вот большие объемы у них там прямо на сайте так написано очень хлипкая упаковка это действительно так и могут разбиться при транспортировке лучше почта россии не заказывайте какой-нибудь транспортной компании хотя и транспортной компании бывает не очень хорошо и его такой кондиционер я его тоже уже покупала вот такой для окрашенных волос то есть шампунь у меня будет как бы для жирной кожи головы а кондиционер для окрашенных волос вот такой вот у меня будет мне хватает надолго с учетом то что я достаточно часто мой волосы и я промываю по два раза наношу очень много кондиционера прямо как маску можно сказать то мне хватает на полгода вот таких литрушек здесь литр а шампуня 750 миллилитров на потом еще шампунь какой-нибудь докуплю общем разной линейки приобрела так и также я приобрела вот такое масло хотела купить вот этот спрей мне многие советовали от уллин 15 в одном но его не было в наличии я его как бы положила в заказ хотела заказать мне девушка позвонила сказала нет на складе поэтому только масло вот такое масло и такое масло я не пробовала еще здесь три вида маслом инка инчи жажоба виноградной косточки почему тоже много положительных отзывов я не пробовала попробую впервые я до этого пользовалась линейка мегаполис называется мне не очень понравилось такое-то но маленькая пластиковая упаковка маленький объем масла мне конечно долго не хватит ну ладно 50 миллилитров я потом еще все равно буду когда шампунь под закончится у меня что-нибудь еще буду заказывать и закажу еще раз масло если мне понравится помните я вам как-то показывала что я в риф гоши купила марку аравия в риф гоши конечно цены вообще космос я посмотрела в интернет-магазине риф гоши что-то там даже с учетом на скидок как-то совсем совсем печально вот ну ладно в общем решила попробовать от марки аравия это российский бренд олин это тоже российский бренд вот такие вот это тоник лифтинг тоник цветочный и анти-эйдж омолаживающий с неоцинамидом тоники вот такие но решил попробовать два попробую буду постепенно я как у меня что-то заканчивается я приобретаю новое тут все запаяно в общем попробую потом тоже расскажу маска с муцином улин улитки от вот этой марки она мне понравилась очень она обалденная я решила попробовать еще одну маску вот такую омолаживающие с комплексом минеральных грязей вот такой она правда маленькая вообще люблю большие объемы но здесь вот маленькая надо тоже попробуем потом расскажу с муцином у улитки тоже есть на фарма косметики и я вам ее очень советую вот так что это тоже буду пробовать это и весь мой заказ на сайте фарма косметики я просто еще хотелось при 15 в одном но его не было в наличии так что вот так ссылочки все вам оставлю все никаких пробников меня нету коробочку ставим вот но оли марку очень советую большой объем стоит что-то там в районе 1000 рублей со скидками и супер на полгода хватит докупаете просто какие-то спреи масочки можно другие кондиционеры какие-то использовать отлично еще вам хочу кое-что рассказать девочки вы знаете что я сумасшедшая женщина если вы об этом не знали то знаете скажу сразу идея была моя ничья больше я ее осуществила последний месяц наверное я ее тут осуществляла по всякому еще даже не до конца все это сделала все что я хочу тут натворить в доме вот вот я здесь сижу и у меня вот этот вот цветок не помню как он называется ли она такая у меня аксесс про него спрашивали я уже рассказывала это ли они знаете очень много лет я ее приобрела когда мы с мужем только поженились то есть это уже ну не знаю лет 12 ей точно вот наверное лет 12 до где-то примерно так меч не было детей она мне да тоже большая такая разрослась а потом когда мы переезжали сюда в дом она у меня сломалась и остались только вот такие маленькие росточки потом я и не могла никак найти место переставляла с места на место и вот она сейчас вот у меня так разрослась и продолжает расти разрастаться надо ее только пересадить я не пересаживала лет шесть как вот надо я на самом деле представить потому что горшочки и уже маловато я подумала почему бы мне не сделать в этой вообще комнате такое вот но не оранжерею конечно оранжерея это слишком громко сказано а такой цветочный рай тем более здесь у нас такое получается солнце встало солнце села садится она вот здесь и и зимой когда солнце низко как раз сюда светит и здесь очень солнечная сторона здесь даже бывает иногда у нас душ там достаточно вот и я решила осуществить этот момент но он будет потом поехать в обе еще докупить кое-какие цветы я хочу сюда но на этом же я не остановилась ну как же так да давайте я вам покажу да 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 девочки я сумасшедшие честное слово это моя идея я подумала что сюда вот эта вещь впишется как нельзя круче заказала аквариум на озон а все вот это то что внутри это все он кроме грунт грунт настоящий часам покажу поближе а вот эти растения они искусственны потому что я хотела купить ну настоящие да вот эти вот водоросли все это кстати не первому аквариум у меня одно время тоже пол аквариум достаточно большой здесь 50 55 литров я купила сразу с крышкой с подсветкой отдельно докупила и помню как называется такие пузырики фильтр и все то что наполнение внутри на здесь живут золотые рыбки вот рыбок выбрали у меня дети все остальное выбрал я ну как не совсем все выбрала я кое-что тоже выбирали дети в общем идея была моя дети меня поддержали они кстати их кормят вот даже далее им имена но я не помню как они их назвали ну в общем давайте я вам покажу что я вообще вот в этом уголочке натворила я изначально хотела быть сюда как раз таки поставить шкаф для посуды но здесь такое место получается сейчас давайте в общем я покажу все так вот здесь такое место у нас же стоит здесь стол и в общем сюда шкаф нет конечно можно было найти сюда шкаф какой-то в общем я передумала я сделала почту у меня будут здесь жить мои орхиды конечно сейчас в таком недоделанном виде я на самом деле хотела все доделать потом вам показать а потом подумала что почему бы мне не показать и промежуточный этап в общем аквариум я не стала большой там на 100 литров на много 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 литров я решила что бы достаточно вот такой единственное что у меня сзади нет вот этой наклейки которая обычно клеит вот сюда сзади на заднюю стенку но я не хочу я хочу туда по заду по заду господи девочки как вот ну вы поняли меня короче по задней стенке я хочу что я хочу я хочу туда насадить растения всякие водоросли вот такие вот у нас рыбоньки их всего четыре и у нас есть еще два сумика но сумики очень маленькие они прячутся эти какой красотой мы с мальчишками купили еще вот такого осьминожку вот такое какой-то гриб очень всякие растения всякие камушки сюда вот этим как их сумики два у нас таких черных они где-то вот там вот прячется они прячутся все время и вот такой замок тоже с мальчишками мы купили там тоже сумики кстати в этом замоке живут такие кораллы ракушки все сюда на покупали мы вот такие вот у меня новые жители живут я называю курочками девочки не знаю почему потому что у меня собаки козочки а это курочки вот коты у меня просто красавчики вот и кстати вот это ли она видите она стала ну я давно купила этот аквариум потому что там тоже купила на скидках на озоне мне доставили прямо на дом часть вот того что там вот я покупала на вальберис часть на зоне тоже заказывала вот и в общем я в шоке от самой себя до заняться мне больше нечем кроме как если иметь аквариум который нужно чистить за которым также нужно ухаживать но в общем я вот такая сумасшедшая женщина рыбки у нас уже живут неделю вот вроде все хорошо я надеюсь что будет хорошо мне вот это вот особенности рыбка нравится вот эти две которые белые такие мы я еще хочу съездить ну надо будет наверное уже осенью сентябре мы съездим за водорослями потому что в зоомагазине в котором мы были продавались только рыбы а вот этих водорослей не продавали вот как-то странно и у меня вот это вот видите но мы жирки соответственно купили аквариум должен настояться отстояться вот и вот ли она уже пустила сюда значит ей нравится свет вот этих вам так но давайте о цветах сегодня будет тоже такой влог в общем поставила мою вот это вот бедную орхидея которую все мучают которая вот детка кстати у нее здесь вот эти вообще хочу чтобы у меня здесь в основном были орхидеи в принципе то есть из цветов сюда я докуплю только орхидеи потому что здесь вот у меня как раз полочка и вот этот цветок он у меня гибнет постоянно вот я поставила сюда и вроде бы вроде бы вроде бы он видите начал выпускать листочки даже вот здесь вот маленький не знаю посмотрим это же разновидность папоротника а там у меня просто лежит вот этот вот штука которая она кстати шумит который вот эти вот пузырики делает не помню как она называется вот это у меня тоже орхидеи это мои старенькие им уже много лет тоже вот эту пересадила вот сюда орхидеи которые я вам показывала вот она вот этот цветок про который мне говорили что его любят есть коты он стоит здесь к там сюда не добраться вот так что у меня будет здесь радовать и не будет ни кем съеденный вот там вот у меня стоит папоротник еще вот этот вот тоже как-то не хочет мне расти но мне он очень нравится не знаю может быть как-то отойдет после пересадки или как не знаю вот это орхидея вот это вот она и вот здесь орхидея и сюда я поставила вот эту лампу как раз она мне будет сейчас я ее не включаю а как раз осенью зимой буду включать вот так что у меня вот такой вот получается здесь уголочек классно это я вам сейчас показывала кажется классно мне очень нравится здесь вот у меня но это кот у меня тут лазит вот я еще дальше буду оформлять у меня здесь вот эти картины которые рисовала таких просто поставила тут хочу оформить что было прямо нереально красиво здесь и все такое зеленое прямо зеленый уголок мне очень-очень нравится вот классно так баня что-то на коль грызет свою старенькую и еще у меня появилась вот здесь вот это сундук с игрушками вот такие две стойки вот этот цветок тоже с места на место у меня два таких цветка я представляю с места на место учился как раз его мыло и обрезала у него сухие у меня стоял на окне и видите что с ним произошло вот так вот это здесь вот у меня драцена маленькая у меня драцена вообще много папоротник тоже тоже драцена и вот сюда вот маленькие тоже я такие как это суккулент они называются да вот эти стойки сделал мне муж я вообще смотрела их в на вальбрис тоже на озон хотела вот сюда поставить такие для цветов как раз тех которым не нравится на солнце здесь у нас в этом помещении очень светло всегда всегда много солнца и смотрела смотрела вот такие стойки стоит две с половиной тысячи я думаю нужно 2 это 5000 как-то много короче такая потом думаю у меня же есть муж думать что это я сумасшедшая короче муж не сделал одним словом такие две стойки единственно что я их никак не покрасила не покрыла лаком начале хотела покрасить темный цвет вот такой же как сундук это наклейки тут у сундука а потом подумала мне так нравится больше тем более между эти полки на которых кот лазит вот очень короче не знаю в общем почему я тут девочки с ума сажу до басянечка скажем мать сумасшедшая вот и вот так вот получается вот такой вот у меня уголок мне очень нравится девочки папа я если заполню сюда вот эти полочки можно и сюда продолжить полочки но здесь кто будет проходить будет биться может и не продолжу не знаю тут у мужа еще проходят всякие розетки всякая вот это вот провода тут куча поэтому скаланки дырок там сырлить не будет в общем вот такая вот у меня получается здесь красота надо убрать чтобы было видно вот может быть можно было побольше аквариум но я решила что мне пойдет только такой и это тумба это же с такой стол у меня раскладывающийся то есть это не тумба для аквариума мне очень нравится в общем у меня еще на этот угол куча идей и вообще на эту комнату тоже куча идей короче надо все осуществить все мое задуманное эти постоянно здесь светит солнце когда солнце низкая но светит еще в окна то есть такой очень светло помещение да боночка скажем мать у тебя сумасшедшая женщина вот так что вы такие вот у меня дела в общем вот такая вот у меня история девочки но я очень хочу здесь именно вот это помещение сделать таким ну скажем так зеленым помещением я не могу сказать что это прямо раджерея но можно ее и так назвать почему нет мои рыбешки а вот это вот скажите скажу медуза она ну не настоящая она как-то сказать силиконовая вот такая вот красота очень нравится единственное что достаточно шумно я думаю что вы даже слышите шум предыдущем видео я когда вот монтировать слышала шум вот этот вот это шумит вот эта штучка которая пузыречки пузыречки делают не помню как-то она аэратор или как-то так она называется в общем суть важно короче вот такая вот история и в этом видео я также хочу ответить сразу на вопрос один который достаточно который мне задают на самом деле каждый год каждое лето каждую весну каждую осень у меня появляются подобные комментарии я хочу на них ответить это почему у меня такой маленький огород для тех кто не знает я живу в ленинградской области но даже не в этом наверное дело а дело все в том что он мне достаточно почему я не сажаю картошку лук чеснок лук вот я посадила в этом году сейчас я вам покажу у меня конечно не плантация лука было но почему я его выкопала потому что он у меня начал гнить просто вот вот такие вот гнилушки то есть я достаю лук из грядки он у меня просто такой соплей я не знаю может быть я не тут сорт сажа может быть я там не знаю не туда сажаю не так сажать не в то время сажаю я не спорю я вообще не огородник я на самом деле больше люблю даже комнатные растения чем садовые и возможно я скорее всего делаю что-то не так но я больше сажать не буду потому что вот такие вот луковички но это не серьезно я не буду сажать если я не умею сажать значит значит не стоит браться я вот так считаю вот с луком понятно чеснок у меня хорошо рост но чеснок для того чтобы его на всю зиму нужна целая грядка у меня грядок не так много и больше я делать не хочу у меня ровно столько сколько я могу справиться самостоятельно занимайся городом я одна до мужчины моим не помогают перемогут перекопать скопать закопать и так далее но не более того они мне еще поливают огород на этом все все остальное всем остальным занимаюсь я но я конечно же простых путей не ищу да вот но я за золотую середину я за то чтобы хватало и на огород и на вот такие вещи причем вот такие вещи и комнатные цветы это то что меня вдохновляет и но улучшает мне настроение то что меня заряжает скажем так чтобы хватало на хобби на огород на красоту и на все остальное на дом на детей на животных и на все остальное я всегда за золотую середину именно поэтому у меня нет плантации картошки именно поэтому у меня нет вообще каких-то плантации тому подобное потому что потому что я сажаю вообще я кстати огород не люблю до никогда особо не любила и сейчас и может быть поэтому у меня лук такой потому что я не люблю огород я огородом начала заниматься не так уж и давно и я сажаю только для того чтобы мои мальчишки подходили и ели чтобы я подходила и ела я сажаю некоторые вещи которые я ну например малина в этом году меня порадовало там клубника тоже я много наморозила ну какие такие вещи чтобы я просто подходила собирала и ела и не для того чтобы я закручивала закатывала и так далее хотя я делаю заготовки опять же заготовки я делаю для разнообразия меню зимой больше ни для чего вот поэтому поэтому у меня нет плантации ну но у меня есть вот на самом деле очень люблю возиться с комнатными цветами очень люблю всякое такое это мое хобби пересаживать покупать цветочки я это очень люблю меня это очень вдохновляет меня заряжает у меня настроение просто один купленный цветок настроение на месяц просто просто потрясающе так что как то так я здесь что я ответила на ваш вопрос если вы считаете что из-за того что у меня нет поля картошки я ленивая хозяйка окей считайте меня ленивой хозяйкой я я не буду ни с кем спорить но вот это мой личный выбор именно так делать вообще кстати муж у меня против огорода против того что я ковыряюсь в огороде и я каждую весну пытаюсь сделать себе побольше на пару грядок огород вот мой муж каждую весну против ругается на меня говорит что нечего вот и потом среди лета я говорю ему за это спасибо говорю спасибо что ты мне не разрешил посадить еще там я не знаю картошку или еще что в общем в общем как то вот так я надеюсь что я ответила на ваш вопрос и я надеюсь что это видео было для вас полезным и интересным вот такими вот вещами я тут занимаюсь но мне прям кайфово я прям иногда беру сажусь здесь вот именно вот в эту часть стала то есть и сижу мне так нравится вот этот шум даже то что шумит этот моторчик там видите такое у меня это от фильтра идет немножко как будто фонтанчик дома знаете так шумит вода просто релакс чашечка чая но моем случае кофе в основном и супер мне очень нравится так что вот так вот ссылки на косметику я вам оставлю надеюсь что это видео было для вас полезным и интересным я сейчас как вы видите немножко пропадаю потому что но у меня есть кое-какие дела которые нужно мне сделать помимо вот этого девочки это так между делом вот поэтому я сейчас снимаю такие но я уже возвращаюсь уже готовимся к школе вот так что всех люблю целую до новых встреч